А вот что Оксфордский словарь говорит о гордости. Это подавляющее мнение о своих способностях или достоинствах. Гордость — это то, с чем нам постоянно приходится разбираться. Гордость приводит к эгоцентризму. Она делает нас требовательными и дает нам чувство превосходства и критическое отношение к другим. Она делает нас очень важными и необучаемыми. И один из способов распознать гордость — это постоянное чувство жалости к себе. Я не говорю о разочарованиях, которые иногда случаются, а о постоянном чувстве «О, бедный я, бедный и несчастный». Постоянная жалость к себе. Гордость — это болезнь, которую знают все, кроме того, кто ею болеет. В прошлый раз мы рассматривали послания к римлянам 2 и 3 главы. Мы видели, как Павел говорил религиозным и самоправедным людям того времени, что упование в вопросе спасения на физическое родство с Авраамом, на знание закона или любые другие вещи, а не на искупительную кровь Иисуса на кресте, приведет лишь к ложному чувству безопасности. А сегодня мы разберем места далее, в 3 и 4 главе. Здесь он продолжает выводить их из заблуждения по поводу ложного чувства безопасности. Но также здесь Павел пишет, что есть и хорошая гордость. Надеюсь, вы меня услышали. Бывает хорошая гордость. Оказывается, можно хвастаться правильно. Есть здоровое хвостовство. Это хвостовство не вашими достижениями или вашими делами и поступками, и даже не выполнением каких-то ритуалов, нет. И, конечно же, это не хвостовство своими предками. И здесь Павел дает нам 4 способа правильного хвостовства. 4 причины или повода для правильного хвостовства. 4 вещи в нашем спасении, которыми мы имеем полное право хвалиться. С 21 по 31 стих он говорит, что вы можете хвастаться Богом, который дал вам спасение, как бесплатный дар. Далее, в 4 главе с 1 по 8 стих он говорит, что вы можете хвалиться Божьей верой, а не своей. С 9 по 17 стих он говорит, что вы можете хвастаться Божьей благодатью, а не своими делами. С 18 стиха и далее по 25 стих он говорит, что вы можете хвалиться Божьей силой и всем тем, что Бог сделал для вас. Итак, мы начнем смотреть с 3 главы, 23 стиха и до 31 включительно. «Ведь все согрешили», сказано тут, «и все лишились Божьей славы». Согрешили абсолютно всем. И именно Бог дал нам спасение. Именно Бог протянул нам руку помощи. Поэтому вы не можете хвалиться тем, как высоко вы можете взлететь. В 3 главе 24 стихе сказано, что Божий дар спасения абсолютно незаслуженный. Вы ничего не сделали для того, чтобы заслужить его. Я никогда не смогу ничего сделать, чтобы заработать его. Поэтому мне нечем хвастаться. Как можно хвастаться тем, что вам дали? Вы же не имеете к этому никакого отношения. Как можно хвастаться тем, что вам вручили? Ваша заслуга лишь в том, что вы протянули руки и взяли это. О, как я горжусь тем, что протянул руку. Как же классно я протянул свою руку. Не так ли? Какой же я молодец, что взял этот подарок. Нет, в вопросе нашего спасения от греха и суда хвастовство немыслимо. Почему? Потому что все это сделал Бог. На кресте царь заплатил за мое преступление. Он усыновил меня. До этого я был духовным бомжом. На кресте царь дал нам свое имя. На кресте царь дал нам свою силу и свое достоинство. На кресте царь не только оплатил мой долг, но и открыл для меня бесконечную и безграничную кредитную линию. Многие годы люди задаются одним и тем же вопросом. Как мне знать, что я спасен? Я хочу дать вам самостоятельную работу. Задайте себе этот вопрос, если вы не уверены в своем спасении. Люблю ли я Иисуса всем сердцем? Ненавижу ли я грех? И вызывает ли он у меня отвращение? Речь о грехе в моей жизни. Правда ли, что я не могу успокоиться, пока не покаюсь во грехе? Приписываю ли я себе свое спасение или же хвалюсь крестом Христа? Есть ли у меня искреннее желание проводить время с моим отцом? Люблю ли я его и служу ли ему? Служа при этом его людям и служа при этом его церкви? Расту ли я в моих отношениях с Иисусом? Люблю ли я повиноваться Слову Божьему? Правильная гордость – это хвастаться Иисусом? Я всю неделю думал об этом. Я сказал себе так. Господь, сколько бы мне ни осталось жить на этой земле, я хочу провести их, хвастаясь Иисусом. Я хочу хвастаться Иисусом больше, чем когда-либо. И далее второй повод для хвастовства – это его вера. Его вера, не ваша. В некоторых евангельских церквях есть люди, которые рассказывают о вере так, что она становится похожей на дела. Если послушать их внимательно, то их вера звучит как дела. «Вера» – это не то, что вы сами состряпали себя. «У меня есть вера. У меня есть вера». Нет, вера – это дар от Бога. Если вы попросите, то Он даст ее вам. В четвертой главе послания к римлянам Павел использует Авраама в качестве иллюстрации для спасения. «Только по вере, а не по делам». В стихах с шестого по восьмой он для баланса говорит еще и о Давиде. Давид писал, «Благословен человек, чьи грехи прощены». Но Павел сфокусировался именно на Аврааме. Почему? В еврейской литературе времен Павла было много написано о том, каким праведным, хорошим и правильным был Авраам. И многие из этих историй говорили о верности Авраама как о добрых делах. То есть Бог увидел, какой Авраам замечательный, и поэтому избрал его. И Павел захотел развенчать этот миф. Понятно? Многие из тех книг приписывали все заслуги Аврааму, а не Богу. Именно поэтому Павел так сконцентрировался на Аврааме. Что это означает? Евреи в первом веке верили, что Авраам был оправдан, потому что он был хорошим. Я надеюсь, вы услышали меня. Вам нужно понять, почему Павел так сконцентрирован на этой теме. Он выступает против еретического учения и мышления. Аврааму приписывали идеальный характер. Однако он был далек от идеала. В 15 главе Бытия, в 6 стихе, сказано, что Авраам поверил Богу, и именно это засчиталось ему. Понятно? Он ничего не заработал, а получил это как подарок. Праведность была ему вменена. Он был оправдан верой еще до того, как сделал какие-либо дела, хорошие или плохие. И с вами все точно так же. Все, что сделал Авраам, так это просто поверил Богу. Он просто поверил Богу на слово. Никогда не забывайте, что Авраам ошибался, спотыкался и падал. Никогда не забывайте, что он лгал, обманывал и наломал много дров. Не забывайте об этом. Все сделал Бог, а не Авраам. Но Бог позволил своей благодати покрыть все его ошибки. И сегодня есть некоторые христиане, такие, как евреи в первом веке. Они также относятся к вере. Это сделала моя вера. Это моя вера. Достигла всего этого. Моя вера. Если ваша вера все может, то кому тогда нужен Господь? Задумайтесь. Верно? Кому он нужен, если ваша вера? Все может. Надеюсь, вы все еще со мною. Но это совершенно неправильный подход к вере. Аврааму нечем было хвастаться, потому что он был спасен одной лишь благодатью через веру, которая была дана ему Богом. Как я уже сказал в 6 стихе, и по 8 Павел говорит о том, что и Давид был оправдан верой в Бога. Вы можете хвастаться тем, что сделал Бог. Вы можете хвастаться Божьей верой. И далее с 9 и по 17 стихи. Павел говорит о Божьей благодати. В Ветхозаветные времена многие раввины брали то, что Бог задумал, как символ, знак или напоминание. И вот что значит слово «таинство». Таинство — это символ. В символе или в знаке нет ничего священного. Знак лишь говорит «идите в этом направлении». И многие вещи в Ветхом Завете Бог задумывал лишь как символы. Но люди все перекрутили и сделали их необходимыми для спасения. Так же было и в Средние века. Помните? В Средние века церковь пыталась сконцентрировать в своих руках всю власть. И к чему же это привело? К тому, что они считали, что священник может взять символический хлеб и вино и превратить их в плоть и кровь Иисуса. Они взяли символы и превратили их в условия, необходимые для спасения. Они говорили, что нельзя спастись, если вы не ходите на мессу. Что они имели в виду? Зачем они нагрузили людей списком того, что можно, чего нельзя? появилось более шестисот правил. Поэтому Иисус разозлился на них за то, что они перекручивали Божье Слово. Эти вещи были задуманы Богом как символ или знак, но их превратили в бремя. Посмотрите на четвертую главу с девятого стиха. Вплоть до семнадцатого Павел пишет, что Авраам был полностью оправдан в Божьих глазах задолго до появления обрезания. Задолго. Он был оправдан до обрезания. И поэтому Павел проводит эту параллель и говорит, что настоящие потомки Авраама это те, кто спасены верой, как и Авраам. Они просто являются его телесными потомками. Обрезание было задумано как внешний символ. Это напоминание Божьего призвания на его народе. Это напоминание привилегии знать единственного живого Бога. Бога неба и земли. Авраам был оправдан не только до обрезания, но еще и за шестьсот лет. до появления закона. За шестьсот лет, услышьте меня, он был оправдан не законом, а благодатью. Друзья мои, сила спасения находится только в Божьей благодати, а не в том, что человек принимает эту благодать. Многие люди хотят приписать себе эту заслугу. Есть целые динаминации, которые учат этому. Нет, я лишь протянул руки и принял дар. Но и это еще не все. Вера Авраама сама по себе не поставила его в правильное положение пред Богом. Это было вменено или даровано ему. Это был вклад на его счет. Что же это означает? А означает это? То, что Авраам не заработал спасение, а Бог приписал его ему. Павел приводит такой аргумент. Если вы работаете где-то и каждый месяц или каждую неделю получаете зарплату, то вы ее заработали. Это ваш заработок. Это ваша плата. Но если вы получили это абсолютно бесплатно, то это подарок. Я слышал, как некоторые евангельские проповедники говорят так. Бог сделал свою часть, а я сделал свою часть. Правда? То есть вы сравниваете то, что сделали вы, с тем, что сделал Бог? Дорогие мои, это ошибка, которая мешает пробуждению в церкви сегодня. Я вернусь к этой теме чуть позже. Авраам ценил тот неописуемый дар, который получил. Он ценил невероятную Божью благодать, незаслуженное благоволение и благосклонность. Он так высоко ценил это, что когда Бог сказал ему, «Принеси Исаака в жертву?» Он с готовностью пошел на это. Он был готов к этому, но Бог ему не позволил. Он был готов, и именно эта готовность нужна была Богу. Он был готов принести Исаака в жертву. Я уверен, что Авраам сказал, «Это невероятно. Я увижу первое в истории воскресение». Бог воскресит Исаака. Нас ожидает воскресение. Не знаю, кто или что является вашим Исааком, только вы это знаете. Вопрос в том, можете ли вы поверить Богу, который дал вам величайший дар, и этот дар не сравнить ни с чем в мире. Можете ли вы поверить Богу, который дал вам дар спасения настолько, чтобы быть готовым принести своего Исаака на жертвенник? Заметили, я сказал, готовыми, быть готовыми. Богу это не нужно. Он дал вам все. Готовы ли вы принести то, за что вы так держитесь и так сильно цените, возложить это на жертвенник? Готовы ли? Я искренне молюсь о том, чтобы мы с вами начали по-настоящему ценить дар спасения, незаслуженный дар, незаслуженную благодать, ценить больше, чем мы ценим наших Исааков. Я надеюсь, после изучения послания к римлянам, мы будем еще больше доверять тому, что Бог будет двигаться среди нас, и чтобы Он получил за это всю славу, а не только ее часть. Я верю, что единственный способ, как мы можем. Переживать несказанное благословение — это хвастаться тем, что сделал Бог, хвастаться Божьей верой, Божьей благодатью. Надеюсь также, что вы сможете хвастаться Божьей силой, а не своей. Если вы посмотрите с 18 по 25 я уже говорил вам, что Авраам и спасла не его слабая вера, нет. Веру ему дал Бог, и она поддержала его. Авраам знал, что не силой и не мощью, а только Духом Божиим. Ему было почти сто лет, а Саре почти девяносто. Они были готовы к дому престарелых, а не к яслям. Но Авраам продолжал верить. Он продолжал верить. Напоминаю вам, что у него не было Библии или домашней группы, у него не было проповедников, не было учителя Библии, ничего из этого не было. Но он так хорошо знал Бога, и он знал, что Бог, который дал ему дар спасения и дар веры, сдержит свое слово. Он сдержит свое слово в любом случае. Это тоже, что сказать. Я могу довериться ему и его силе. Я видел его силу. Он вывел меня из Хорана и привел меня в Вифиль. Он привел меня в Египет и помог мне победить четырех царей вместе с их армиями. Он меня не подведет. Он исполнит то, что задумал. Он не спит и не дремлет. Он не оставит и не покинет меня. Он Бог всей земли. Он Бог справедливости. Он заступился за меня и за свою истину. Неудивительно, почему Иисус в Евангелии от Иоанна сказал это так. «Ваш отец Авраам радовался при мысли, что увидит мой день, и он его увидел и был счастлив». Авраам получил такую же привилегию, как и апостол Иоанн. Бог позволил Аврааму увидеть будущее. Он позволил ему увидеть будущее, которое наступило через две тысячи лет. Он увидел приход Мессии, и то, как он исполнил Божие обещания. Он обрадовался, когда увидел тот день. И в вере ждал его с нетерпением, с благодарностью. Послушайте меня, мы приближаемся к концу. Бог, который дал вам дар спасения, Бог, который дал вам дар веры, желает, чтобы вы доверили ему всех исааков, которых он дал вам. Вы можете сказать, я полностью доверяюсь ему. Провозглашая бескомпромиссную истину на пути вперед. с доктором Майклом Юсефом.